Каким-то летом Собрались и пошли. Я, как всегда, взял снасти. Куда же я без них? А вдруг где что? А Леха взял целый рюкзак музыкальных инструментов. Он вообще без них никуда не ездит. Ну и в эту поездку припер целый чемодан. И чего у него только не было. Какие-то дудочки, флейты, погремушки, губная гармошка и даже тромбон. Жалко, что вот барабана не было. А я его просил. Говорю, ну привези барабан и арфу. Но он привез тромбон. Арфу с барабаном, говорит, тяжело по сопкам таскать. А так идея хорошая. Но в эту прогулку он даже тромбон с собой не взял. Так и сказал. Пойду, говорит, налегке. Но мы и пошли. Дошли мы, значит, до мостового. Ну, это озеро еще перемычкой зовут. Там, где каменный герцог. Озеро переходить не стали. Влево пошли. Там еще на сопку надо забраться. Вот прям поверху и пошли. Ну и где-то на середине озера, внизу, я увидел лужу. Это мы так маленькие озера называем. Спустились. Я, значит, спиннинг зарядил. А Леха полез в рюкзак за инструментами. Играть, говорит, буду. Ну и пошел вдоль берега, не торопясь и останавливаясь, чтобы забросить блесну. На улов я особо не рассчитывал. Ну а как вы хотите? Два часа дня. Солнце в самом зените. Ну какая рыба тут? Так может быть. На дурака выскочит. Но так и не выскочила. Обошел я эту лужу. Подхожу к Лехе. И тут он вытаскивает дудочку. И говорит. Сейчас вот. На ней поиграю. И пойдем. Я присел рядом на камешек. И Леха заиграл. Поначалу не происходило ничего. А потом на воде появился первый круг. Потом второй. Потом третий. Четвертый. Пятый. До меня и не сразу дошло, что эта рыба плещется. Я Леху вбок пихаю и говорю. Смотри, что на воде происходит. И на лужу показываю. Ну и Леха, конечно же, играть перестал. И лужа перестала играть. Всплески прекратились. Я ему и говорю. А ну-ка еще поиграй. Леха начал играть. И всплески возобновились. Лужа опять заиграла. Ну и тут мой внутренний рыбак, конечно же, не выдержал. Я схватил спиннинг. И зачем-то пригибаясь и прячась за кустами, посеменил к луже. А Лехе говорю. Ты только играй. Не останавливайся. Только забросил. Есть. Вытащил рыбину. Второй загроз. Тут же последовал удар. Но рыба сошла. На третьем опять вытащил. В общем, дело пошло. Леха играет, а я рыбу таскаю. Поймал я тогда на этой луже. Где-то с десяток кумжаков. И остановился. Ну, во-первых, впереди нас поджидало немалое количество озер. А во-вторых, Леха перестал играть. Говорит, все. Устал. Ну и в-третьих, я думаю, некоторые рыбаки меня поймут. Вот то самое чувство, когда ты идешь на какое-нибудь заветное озеро из серии «Ну вот там рыбалка, так рыбалка». И по пути остановился на каком-нибудь невзрачном водоеме, на котором никогда не останавливался. Ну и так думаешь. А заброшу-то я удочку. А вдруг что? И сработало. И вот пока таскаешь. Азарт и все такое. А потом накатывает такое чувство, что и вроде рыбу поймал. А цели не достиг. Ну не дошел ты еще до того самого озера. Не забросил ты там еще удочку. А рыбу уже поймал. Какое-то неправильное ощущение. Нечестное, что ли. Но появляется уверенность. Рыба-то у меня уже есть. И ты уже не бежишь на это озеро, сломя голову. А идешь степенно, не торопясь, уверенно. Вот так мы с Лехой дальше и рыбачили. Приходили на озеро. Он брал дудочку, играл, а я ловил. Ну и, конечно же, мы экспериментировали. Он менял дудочки, играл на каких-то других музыкальных инструментах. Но все было не то. За день до отъезда мы пришли с ним на Пролетарское. Но это то самое озеро, на берегу которого стоит исполнитель желаний. Почему Пролетарское? Да любит это озеро красный цвет. Вернее, рыба, которая в этом озере водится. Помню, стоял у меня на удочке такой красный-красный поплавок. Ну и рыба в первую очередь на него бросалась. А потом понимала, что съесть это нельзя. Опускала глаза и видела красного червяка. Ну и с блеснами то же самое. Какие только не пробовал. Работали только красные. Ну и пришли мы, значит, на Пролетарское. Я с Настей с собой не брал, а вот Леха дудочку взял. Ну и как только пришли, конечно же, начал играть. И буквально с первых нот на поверхность озера всплыла рыбина. Здоровенный такой кумжак. А потом она начала танцевать. Да-да, именно танцевать. Ну как это делают дельфины? Не верите, да? А вы у Лехи спросите. Особенно про то, как я боролся со своим внутренним рыбаком. И как я впервые его победил. Вот так мы и сидели на берегу озера. Леха играл, а рыба танцевала. Но это была только присказка. А сейчас будет сказка. Меня часто спрашивают, а почему я не прошу ничего у исполнителя желаний. И я, пожалуй, об этом расскажу. Дело было на перекрестке. Мы тогда с Димой там были. Ну, тот, который Муля. Тогда много народу было. Но история приключилась именно с нами. В один из дней, когда мне все уже надоели, я решил уйти и побродить в одиночестве. Муля хотел со мной пойти, но я его быстренько отшил. Мол, так и так, я пойду на пролетарское, а это персональный мой заповедник. И там тебе делать нечего. Поэтому иди-ка ты, дружок, в другую сторону. И он, как ни странно, очень быстро сдался. В общем, мы разошлись. Шел я, не торопясь, морожку по пути собирал. Много ее тогда тем летом было. Ну, и через какое-то время оказался на берегу своей любимой пролетарской лужи. Там, где рыба танцевала. Закинул я удочку и начал ходить вдоль берега со спиннингом. Там заброшу, здесь заброшу. Хожу, в общем, и медитирую. Ну, и что-то задумался. А задумался я вот над чем. Что там за гранью этого мира или матрицы? Какие там миры и где же все-таки находится та самая дверь в лето? Знакомые мысли. Я думаю, что они вас тоже посещали. И так вот мне захотелось сбежать отсюда, что я и не заметил, как подошел к Сейду. Присел я рядышком на одну из каменных табуреток и продолжаю думать. Вот как бы было хорошо хотя бы одним глазком взглянуть. Как там за гранью-то? Ну, а потом глаза на Сейд поднимаю и говорю ему, мол, показал бы что ли уже. А то хожу вокруг да около, тыкаюсь по углам, как слепой щенок. А выход-то где? А Сейд молчит, словно он не при делах. И это вообще обычный камень. Вот, значит, как, продолжаю я. Как чужие желания исполнять, так ты гораст. Как меня мордой в сугроб тыкать, так это запросто. А тут молчишь. Я же ведь ничего сложного не прошу. Сказав это, я встал с каменной табуретки и поплелся обратно к озеру. Дошел до кромки воды и опять начал забрасывать блесну. Ну и так потихонечку, в раздумьях и рыбалке, я оказался напротив того места, где оставил удочку. А место это, скажу я вам, очень даже примечательное. Там, где я обычно рыбачу, сначала идет сопка небольшая в виде спящего дракона. Чуть выше ровная площадка, а над ней практически отвесная скала метров, наверное, 10-15. И посредине этой скалы расщелина. Причем расщелина эта достаточно узкая, но человек в нее пройдет не касаясь стен. А вот два рядом уже нет. Где-то до половины она более-менее пологая, а потом резко поднимается вверх. Но подняться можно, потому что камни в ней лежат так, что издали напоминают ступени. Я давно хотел туда забраться, но все как-то не удавалось. Ну а в этот раз, оказавшись на противоположном берегу, я подумал, вот как раз сегодня можно туда и сходить. Ну и глаза повыше поднял, чтобы посмотреть, как мне туда забраться. Я обомлел. Нет, все было нормально, за исключением расщелины. Сначала я подумал, что ее засыпало снегом, потому что внутри она была заполнена чем-то белым. Но потом я понял, что это не снег, потому что оно колыхалось и меняло оттенки. И эти оттенки были хоть еле уловимые, но они были от бледно-желтого до бледно-голубого, периодически переходя в зеленый, а потом опять в белый. И я понял, что это был туман. И туман был не черным. Такого тумана не бывает, думал я и смотрел на него. А еще он светился, так же еле уловимо, как и менял оттенки. И на фоне сумерек, в августе хоть и ненадолго, но уже темнеет, это выглядело, ну просто потрясающе. Ну, и что ты замер? Раздался голос у меня в голове. Ты же сам просил показать тебе выход. Так это... это он? А ты сомневаешься? Нет, ну я как-то его по-другому представлял. Представлял? Интересно. Ну и как ты его себе представлял? Ну не знаю. Как-то по-другому. То есть никак. Ну а замер-то что? Вот она, твоя дверь в лето. Иди да проверь. Для того, чтобы попасть к этому месту, мне нужно было обойти целое озеро. Оно хоть и было небольшое, но какое-то время мне понадобилось. Поначалу я шел очень быстро. Практически бежал. Но чем ближе я подходил, тем мой шаг становился медленнее. И пока я шел, я думал, что... Ну вот, наконец-то. Я нашел этот выход. И стоит мне туда зайти, то я попаду... Стоп. А куда я попаду? Нет, ну как куда? Туда, куда хотел, в другой мир. Знаешь, я давно хотел тебя спросить. А ты этот мир узнал полностью? Прервав поток моих противоречивых мыслей, спросил голос. То, что он принадлежал Сейду, я даже и не сомневался. Так я же не навсегда ухожу. А так просто посмотрю. Просто посмотришь, да? Ну ладно тогда. Посмотри. Ну а все-таки... Что ты там хочешь увидеть? Ну как что? Что-то другое. Там же другой мир. Какой ты все-таки забавный. Ты понятия не имеешь о том, что представляет из себя этот мир, и пытаешься убежать в другой. Да никуда я не пытаюсь убежать. Я просто посмотрю. А, ну да. Ты посмотришь, а потом вернешься обратно. Ну-ну. То есть ты хочешь сказать, что я не вернусь? Ну, почему же вернешься? Твоя дверь работает во всех направлениях. Погоди. А что значит моя дверь? И в чем тогда подвох? Твоя? Потому что твоя. Ты ее открыл, и только ты можешь в нее войти. Ну, а то, что ты называешь подвохом, ну вот скажи-ка мне, Луна – это другая планета, другой мир. Ну, планета, наверное, другая, а мир, ну как он может быть другим? Она же часть этого. Ну, хоть что-то ты понимаешь. А вот теперь попробуй понять. Твоя дверь позволит оказаться тебе на Луне моментально, но только тебе. Но для остальных будет все выглядеть несколько иначе. Вот скажи мне, сколько времени тебе понадобится, чтобы дойти до Луны пешком? Ну, не строй из себя калькулятор. Давай возьмем абстрактное число, ну, допустим, 50 лет. И это только туда. А что, быстрее никак? Ты же сам сказал, что я окажусь на Луне моментально. Ты-то окажешься. Но отсюда ты ушел пешком. То есть выходит, что когда я вернусь, здесь пройдет сто лет? Верно. Поэтому твоя идея взглянуть одним глазком и вернуться, ну, как минимум, нелепая. Тем более, ты даже не имеешь представления, куда ты хочешь пойти. А тем временем, пока мы беседовали с Эйдом, я уже практически дошел до расщелины. И мне буквально оставалось сделать всего один шаг, чтобы оказаться внутри этого белого, переливающегося тумана. Но я не мог этого сделать. И тут даже не нужно объяснять, почему. И да, я струсил. И меня испугало не то, что меня ожидает. Хотя я понятия не имел, что будет за этой дверью и куда я попаду. Меня даже не остановило, а намертво приковало то, что на кон я должен был поставить. Все, что мне дорого. И даже если бы я попал в мир, который оказался бы для меня идеальным, хотя я до сих пор не понимаю, что это такое и как это должно выглядеть, то я оказался бы самым несчастным человеком во всей Вселенной. Потому что счастье это то, чем ты можешь поделиться с другими. И я закрыл эту дверь, а потом развернулся и пошел обратно в лагерь. Между прочим, твой друг, которого ты отправил в другую сторону, тоже нашел свою дверь и так же, как и ты, закрыл ее. Субтитры создавал DimaTorzok